привет друзья есть такой замечательный фотограф алан баландер наверняка вы его все знаете если не знаете можете ознакомиться с его творчеством в инстаграм но ю тубе у него тоже есть свой блог и он очень часто своих превью используют вот такие вот коллажи состоящие из 6 снимков не он автор таких коллажей эти коллажи используют давно использовать их соответственно можно не только в превью благодаря такому коллажу можно на одной фотографии показать какой-нибудь сюжет рассказать историю такое решение не оригинальное но достаточно интересно и выгодно и и в этом видео мы с вами разберем как же делают такой коллаж ну не будем терять времени поехали photoshop и создаем новый файл у меня есть заготовка по разрешению моего монитора вы можете выбрать любой который вам нравится цвет пусть будет белый создать добавляем пустой слой нажимаем сочетание клавиш control r у нас появляется вот такая линеечка далее проходим view в русском photoshop и будет просмотр new guide layout в русском photoshop и будет новый макет направляющий выставляем такие настройки нажимаем ok панель инструментов выбираем прямолинейное лассо напротив цифры 2 ставим отметку на краю нашей страницы и обращаем внимание сколько у нас до края 1 2 3 и еще два деления окей 1 2 3 и еще два деления нажимаем левую кнопкой мыши делаем следующее закрепление лассо дальше можно не особо аккуратно закрепляем нашего особо углом и финальная точка должна присоединиться к стартовой отлично выбираем абсолютно любой цвет который будет вам по душе выбираем инструмент заливка заливаем нарисованную фигуру верхнего слоя далее выбираем выделенную область control d снять выделение убираем линейку нажатием клавиш control r копируем пустой слой с закрашенным блоком если вы где-то по нажимали не забывайте выделить последний слой перед следующим действием выбираем другой цвет нажимаем control t выбираем инструмент заливка заливаем нарисованную фигуру верхнего слоя далее выбираем инструмент перемещения будем работать с верхним слоем control t отразить по горизонтали отразить по вертикали нажимаем применить с активным инструментом перемещения левый блок сдвигаем до края первой части нашего листа если вашем случае белая полоска вот здесь не получилось а две фигуры соприкасаются друг с другом как например вот так вот ничего страшного оставляем как есть потому что вот эти белые полоски мы будем рисовать отдельно далее с нажатой клавишей shift выделяем два наших слоя с нарисованными фигурами и делаем две копии 1 2 переименовываем наши слои 1 2 3 4 5 6 далее с инструментом выделения перетягиваем фигуры сначала в правую область потом в среднюю линии нам не нужны поэтому мы их можем теперь убрать view просмотр очистить далее создаем пустой слой выбираем белый цвет выбираем фигуру прямоугольник выводим мышку за края нашего кадра и рисуем полоску не переживайте если у вас полоска получилась очень широкая и всегда можно поправить нажатием клавиш control т можно даже увеличить и сделать любую толщину которая вас бы устроила нажимаем применить control 0 масштабируем лист далее копируем пустой слой с нарисованной линеечкой берем инструмент перемещения если у вас изображение цепляется за пиксели нажимаете кнопку control и у вас движение получается более плавно и можете установить по ювелирному теперь нам осталось нарисовать боковые полоски копируем верхний слой переносим изображение на середину нажимаем control t нажимаем применить делаем еще две копии наклонной полоски выбираем инструмент перемещения ну собственно уже можно в рамочку и на стену но мы же хотели сюда вставить снимки давайте следующий шаг удерживаю клавишу shift нажимаю на нижний слой где была нарисована полоска выделяются все слои правой кнопкой мыши группировать слои назову линии окей теперь давайте откроем наши шесть изображений и проанализируем у меня есть два снимка с природой 1 и 2 и есть четыре снимка с людьми два из них на фоне неба по центру у меня будут снимки природы озеро и горы девушек на фоне синего неба я сделаю чтобы они были не вместе для контраста и обязательно обращаем внимание лицо не должно быть обращено в край кадра и это выглядит не эстетично и смотреть такую фотографию некомфортно переносим наши снимки photoshop control е и прежде чем мы приступим к переносу и размещению фотографий давайте сделаем следующим образом мы же это будем использовать возможно не единожды поэтому как инструмент вот этот шаблончик нам необходимо будет сохранить файл сохранить как сохраняем как файл photoshop формате psd я сохраню на рабочий стол вы соответственно туда куда вам нужно и в дальнейшем можно делать следующим образом клавиша control это я сделал для того чтобы макет этого коллажа у меня всегда был пустой готовый к работе вот он открылся этот макетик наш который мы назвали travel и теперь переходим непосредственно к размещению наших снимков инструмент перемещения я хотел этот снимок поставить вот сюда на место третьей фигуры таким образом я его ставлю над цифрой 3 нажимаю кнопочку alt подвожу курсор между слоями и нажимаю левую кнопку мыши появляется обтравочная маска и теперь наше изображение будет высвечиваться только в этом блоке не переходя за ее края и немного уменьшу общее изображение control минус активная у меня фотография которая только что перенес нажимаю control т фотография огромная намного больше чем размер нашего коллажа ничего страшного уменьшаем зажимаем клавишу shift давайте нажмем control 0 увеличим общее изображение подвигаем изображение и выберем тот вариант при котором наиболее будет выгодно и интересно смотреться в рамках нарисованы фигуры я бы оставил вот так вот следующая фотография природы инструмент перемещения активный эту фотографию мы поставим на четвертое место ставлю над цифры 4 зажимаю клавишу alt и активирую обтравочную маску действую по тому же алгоритму control минус control т можно фотографию сделать чуть чуть больше применить таким образом мы перетаскиваем сюда все фотографии распределяем фотографии над тем блоком в котором мы хотели бы эту фотографию видеть и активируем обтравочную маску нам осталось только наше изображение сохранить на отдельный слой нажимаем сочетание клавиш alt control shift е и вот в результате мы получаем такой замечательный коллаж если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие полезное интересное видео добра и мира вашему дому до новых встреч для особо ленивых по традиции наш шаблончик коллаж будет находиться под видео по ссылке можете скачать